Apple выпускает обновление системы безопасности на регулярной основе, и чтобы найти подробности о проблемах безопасности, которые исправляют патчи, обратитесь к странице обновления системы безопасности Apple. Она сейчас на экране, и если спуститься ниже, увидим последние проблемы и обновления безопасности. Давайте нажмем на одну из них. Как и всегда, вы можете отыскать подробности по этой уязвимости на сайте mitra.org или на сайте Национальной базы данных уязвимостей. Это даст вам представление о критичности и хотите ли вы устанавливать это обновление или нет. Но в целом вам стоит устанавливать все обновления системы безопасности, разве что у вас не имеются определенные причины, чтобы этого не делать. OS X может скачать и устанавливать обновления для операционной системы и приложений из Apple App Store. Вы можете настроить автоматическую установку обновлений. Это делается следующим образом. Заходим в меню Apple, системные настройки, App Store. Здесь вы можете увидеть настройки для автоматических обновлений, автоматически проверять обновления. Понятно, что здесь должна стоять галочка для установки обновлений. Опция «Загружать доступные обновления в фоновом режиме» будет загружать их без запросов подтверждения. И когда они будут готовы для установки, вы получите уведомление. Нажмите сюда, если хотите устанавливать обновления программ автоматически. Нажмите сюда, если хотите устанавливать обновления OS X автоматически. Далее идет автоматическая установка системных файлов и обновлений системы безопасности. И определенно вам следует ее включить. Можете нажать «Проверить сейчас», чтобы проверить наличие актуальных обновлений. Видим здесь, что требуется обновление. Указаны подробности обновления. Смотрите, говорится про содержание безопасности обновления. Нажимаем на ссылку. Можем посмотреть на содержание безопасности данного обновления. Это актуальные настройки для Yosemite и El Capitan. Но в предыдущих версиях OS X эти настройки выглядят по-другому. И я не думаю, что автоматическое скачивание и установка обновлений доступны во всех предыдущих версиях. И, возможно, у вас нет варианта выбрать отдельное обновление безопасности. Как это можно сделать здесь? Если вы хотите устанавливать лишь обновление системы безопасности, тогда, конечно, можете снять галочки со всех опций и оставить лишь автоматическую установку обновлений безопасности. Любое другое приложение, которое вы скачали и установили не от Apple или не из App Store, не будет обновляться в рамках этих настроек. Вам придется обновлять такие программы вручную. Или можете попробовать инструмент под названием Mac Update. Вот он. Это приложение, которое надо скачать и установить. Можете считать это неким подобием App Store. Для приложения не из App Store. Оно обнаруживает устаревшие программы и позволяет вам скачивать и устанавливать последние версии. Мне показалось, что оно вполне нормально работает. В нем есть какие-то баги. Иногда оно может показать одно и то же приложение дважды. Но я не нашел лучшей альтернативы. Тем не менее, оно довольно хорошо справляется с поддержанием остальных ваших программ в актуальном состоянии. Позвольте, я покажу вам короткое видео, так чтобы вы получили ясное представление. Mac Update.com долгое время является лучшим местом для поиска приложений под Mac. И новейший Mac Update Desktop 6 поднимает этот опыт на новый уровень. Он не имеет равных по простоте установки и обновлений всех ваших приложений по одному клику. Установка iOS-приложений на ваш iPhone всегда понятна и проста. Но это не так просто делается на Mac. Образы дисков, сжатые файлы и различные требования к установке могут запутать новых пользователей и создать неудобства продвинутым пользователям. Mac Update Desktop 6 устраняет эти проблемы. Когда вы находите нужное приложение на MacUpdate.com, просто нажмите «Установить». И Mac Update Desktop 6 позаботится обо всем остальном. Как только приложение становится готово к использованию, просто нажмите «Открыть» в меню Mac Update Desktop, и все готово. Вы можете установить сколько угодно приложений по условно-бесплатной модели. Удобство от установки приложений в один клик также распространяется и на поддержание ваших приложений в актуальном состоянии. Один клик на кнопку «Обновить» напротив любого устаревшего приложения, и Mac Update Desktop берет на себя все заботы, гарантируя, что вы всегда пользуетесь преимуществами актуальных компонентов и улучшений. Mac Update меняет то, как пользователи Mac находят и устанавливают приложения для Mac. Скачайте Mac Update Desktop 6 сегодня и испытайте новый интуитивно понятный способ установки и обновления ваших приложений для Mac. Если вы собираетесь установить дополнительные мощные инструменты на ООС-10, по причине того, что Apple этого не сделали, а я уверен, что вы собираетесь, то тогда я советую установить Брю. Брю – это менеджер недостающих пакетов для ООС-10. Если вы его используете, то это означает, что вы также можете актуализировать и обновлять пакеты при помощи этого средства. Если скопировать и вставить в терминал эту строку... Готово. Менеджер установлен. Вам нужны будут права администратора, чтобы установить его. Выберите Брю Хелп. Это поможет вам разобраться с его использованием. Или Мен Брю. Покажу вам несколько коротких команд. Это пояс пакета НМАП. Можете набрать... Инсталл НМАП для его установки. НМАП установлен. Вот он. Насколько быстро и просто это было. Брю апдейт. Это проверка актуальности версии менеджера. Можно проверить, не устарели ли какие-либо пакеты. Можно обновить любой пакет, который в этом нуждается. Можем задать конкретный пакет, который нужно обновить. Видим, что НМАП стоит актуальной версии. А это покажет вам список установленных пакетов. У нас тут еще установлен OpenSSL, потому что он шел в комплекте с НМАП. В общем, это был менеджер пакетов Брю.